Что-то затеяли эти два рыцаря и они видимо хотят оба быть прекрасной, хотят выбрать себе прекрасную деву, леди Равена. Давайте же скрестим ваши мечи и хобья здесь на реставлеще. Не будем сейчас устраивать надолго. Что это за выскочка с топором? Я вообще сомневаюсь, что он имеет право участвовать в турнире. Он закрыл лицо шлемом, потому что этот шлем скрывает лицо просто едино. Хорошо, что не казалось. Шлемом закрыл лицо. Ну, тем не менее мы его допустили. Ваше вещество, вы согласны, чтобы этот участник принимал участие в турнире? Пусть участвует. Я разрешаю. Ну, с другой стороны, нам лишнее не сложно темы оттащить, да? Так, итак, прекрасная дева черного рыцаря. Ну, уважаемый черный рыцарь, я не знаю, кто вы, конечно, но простите меня великодушно. Как же зовут вашу прекрасную деву? Прекрасную деву зовут Александра, леди Александра. Давайте ей поаплодируем. Ну что ж, очень, я даже толстую лицо на какое-то углядел, потому что это незнакомые черты. Проводите тогда вашу прекрасную даму куда, к тем трибунам, где у нас сэр седы. Как вас зовут прекрасная дева? Леди Анна, вы будете прекрасной дамой нашего королевского шута. И как вам ваш рыцарь? Замечательный. Такой пёс. Проводите вот сюда, за все трибуны, там можно присесть на специальное поклевало. Как вас зовут прекрасная дева нашего сэра Рейджинальда. Леди будущая, леди Эмилиида. Ну что ж, у вас хорошая дева. Проводите вашу деву. И как зовут вас? Анастасия. Леди Анастасия. Уважаемый сэр Джак. Проводите вашу леди. Она будет болеть за вас. И в случае вашей победы станет королевой любви и красоты. А я вижу, сэр Альф также выбрал себе прекрасное деву. Как вас зовут? Кто же Анастасия? Я сегодня жду ее Анастасии. Вы будете готовы? Ну что ж, проводите прекрасное видео Анастасии. Наши дамы. Ну, у нас, в принципе, почти все готово. Быть может, кто-то из рыцарей, из благородных рыцарей, желает перед непосредственно сражениями друг с другом поразмяться, поучаствовать в упражнениях, разбить косточки, так сказать. Показать нам, насколько хорошо они владеют копнем, мечом. Да и вообще, сидят ли они в коне? Ну, вы на коне, может, мы не умеем и ездим. Правильно. Кричем вот тогда собрались-то все. Ну, может, вон у нас будут прекрасные девы, тогда и ездят в коне. А тогда посмотрим. Все у нас рыцари, желающие принять участие. Есть прекрасное слово попадание. И я попрошу, я попрошу прекрасную деву, сэра Рейджинальда, подойти сюда к нему. Какой цвет вы выберете для нашего рыцаря? Как вам нравится? Смотрите, желтый, красный, грубилый, наверное, лучше. Какого рыцаря фиолетового и синий? Какой вы выбираете? Красный? Ну, давайте, будет красный, хорошо. Значит, сейчас чешные орочки вы выберете. Помогай. Холодно? Угу. Помогите мне, пожалуйста. Конечно. Да, нет. Сейчас еще ремням. У нас есть ради меня холодно. Мы здесь и перебегаем, мы отом-то сюда. Вот это мы охраждение на воду, где? Здесь, как тебе стоит. А нам, да, не холодно? Ну, пока мне не помогается, давайте продолжим. Следующий рыцарь начинчик нашего турнира, сэр Преан-де-Ди-Пер. Я же как-то не могу только сидеть. Я, к сожалению, не ответил, что не было, что безымянный рыцарь. Приветствую, безымянный рыцарь, лишенный наследство. К сожалению, промахивается рыцарь, лишенный наследство по первому сарацину. И только лишь ваши аплодисменты им остаются. Горы, старящие наши. Вон эти годы назад там был какой-то якобы русский рыцарь. Ну, давай. А вот, интересно, это был... Не было попадания, не было попадания, ни одного, к сожалению, плановочка не зарабатывается. Ну, и еще, думаю, можно увидеть здесь, в ресторище. Вторая попытка. Рейджинаэль Сон-де-Беев. Рейджинаэль Сон-де-Беев. Рейджинаэль Сон-де-Беев. Нарискалище следующее, да, кстати, большое спасибо вам, Сергей Финаль, что вы вовремя умернулись, а то бы не было бы у меня какого-то помощника, то есть можно бы вызывать могильщика. А нарискалище следующий дочинчик нашего малира, сербриан де Буагильбер. Ай-яй-яй, к сожалению, только лишь вбивает, вбивает кольцо, сербриан. А нарискалище следующий участник, и это, и это, черный рыцарь. Ну что там, не залаживайся. Нет, к сожалению, не промакивается, черный рыцарь промакивается, у вас прекрасная тема, или просто платили все плотка, и не зарабатывают плотка. Нарискалище следующий участник, рыцарь, лишенный наследство. Еще одну удачу приносит рыцарь, лишенный наследство владелец этого плотка. Ну давайте его поприветствуем, что ли? Ну давайте его поприветствуем, что ли? Ну что, три плотка? Три плотка вынес. Три плотка вынес. Я уже не помню, что ли? А сейчас из ростера, и при помощи одного из наших участников. У меня столько сложок, уж ваш толстый не найдется. Ну давайте один сложок мы досчитаем, да? И не будем все это засчитывать. Или как он считается? Нет, все три! Один! Вот, что-то я услышал, кто бы сказал один. А кто считает, что нужно три засчитать? Да! А кто считает, что нужно засчитать один? Да! Да! Ну вот, это шут! Ну давайте так, чтобы не тем не будет. Два крошка мы досчитаем за эту попытку королевскому шуту. Поставьте, пожалуйста, два серийных крошка на постамет. А у нас только один, ну поставьте другого. Не важно. На тот же самый постамет, да? А, итак. Ресталище. Вторая попытка. Вытащить из ресталища все три и все четыре. Их хватка. Я не знаю, засчитывать ли вынесенные из ресталища вот этот. Да! Да! Да? Да! Да, это хорошо, хорошо. Наверное, все-таки нет. Глогов сейчас, я подружила, посоветую. Ему поможет. Потому что ему было дали. А, итак. Вторая попытка. Где? Где? В этом году он générнерорку. myślę что в чем прод ihr верх. Да! Иди в полюб, дядя sales. Где... Ephraim, дядя GODANRADE! Вы прекрасны! Отличные наездники! В этом году он совсем здоров. Я считаю, что все-таки не вынес кем идти за эти приставища должным коридором. Таким образом, плохие деревянные люди с черной рыцей, поэтому... Все три капусты бесспорно повержены. И один флажок зарабатывают. Прошлых за 200 лет. Очевидно повержены все три причина. Вы знаете, да, что символизируют эти кочины? На самом деле, они символизируют голову противника. И наши рыцари практикуются в шурмании комок пеших воинов. Ну, мы это так, как слову. Синий флажок зарабатывает черный рыцарь. Ристорище, первая попытка в этом рождении. Ристори, лишенный наследства. Да. Я уже вижу речку bus вот этого, по которому сейчас лошадь у кого-то. Урааа! Тыотри, может попустий по ленку. Мы пошли туда. Это есть? Бока лоп-голоп-голоп-голоп. И только лишь Ваши бурные аплодисменты заслушивающего места шутка. Не, все упало. Ну а на листалище вторая попытка. Сэр Рейджинальт Пронтебек. Тебе 5, наверное, руку набирают. Да. Вот мы не придумали церрю финаль. Будет калат, ку-мушку сюда, приведет. Что это такое у Вас церрю финаль?